Добрый день, уважаемые коллеги! Большое удовольствие для меня присутствовать в Москве вообще, в частности на уникальном музыкотерапевтическом симпозиуме. Очень рада, что мой индивидуальный голос звучит в общих песнопениях. Отдельное спасибо за настройку душевных струн в начале симпозиума. Мой доклад будет посвящен опыту музыкальной психотерапии в отделении динамической психиатрии. У истоков отделения стоял в том числе профессор Бабин. Отделение в Оренбурге было открыто по модели клиники Минтершваги в Германии. Большое время уделяется созданию комфортной среды для пациентов, в которой решается задача психореабилитации. Это двор отделения, чтобы представить пространство. Что касается образования, то базовое образование психологическое. Также в 2008-2009 году в Оренбурге была реализована программа профессиональной переподготовки совместно с Институтом музыкальной терапии, Высшей школы музыки и театра Гамбурга, психотерапевтический центр, который возглавлял уважаемый профессор Бабин, и Институт искусств города Оренбурга. Образование строилось на модульной системе, и в результате долгодичной переподготовки мы получили сертификаты. Это мои коллеги, врачи-психотерапевты, с которыми мы тесно сотрудничаем в режиме код-терапии. У нас проходит группа. Реабилитация понимается нами как ресоциализация, возможно более полное восстановление или сохранение индивидуальной общественной ценности больных, их личного и социального статуса, и во всех реабилитационных мероприятиях стержневым является апелляция к личности больного. Психологи, психотерапевты, психиатры подчеркивали ресурсный характер психотерапии искусством, указывали на интегративные возможности, на возможности достижения человеком определенной гармонии. В отделении представлены практически все модальности психотерапии искусством, и арт-терапии, музыкальная терапия, танцедвигательная, но драма-терапия в меньшей степени. Здесь иллюстрация того, как происходят эти процессы. Инструменты нам прислали из Германии в большинстве своем. О музыкальной терапии как о направлении лечебно-реабилитационной практики сегодня уже шла речь. И цель здесь глобальное восстановление, поддержание и содействие психическому и физическому здоровью, помощь в достижении пациентам большей психической и физической стабильности. В отделении музыкальной терапии синхронизировано с программой лечебно-реабилитационных мероприятий, учитываются нозологические особенности пациентов, симптоматический статус, текущее состояние, особенности жизненных отношений, актуальные потребности, стадии терапевтических изменений и другие. И задачи музыкальной терапии меняются в зависимости от продвижения с одного лечебно-реабилитационного этапа на другой. Выделяют три этапа. На начальном этапе традиционно решаются вопросы адаптации, принятия диагноза, понимания своего состояния, развитие критики, примитивных к своему состоянию. Основной этап – это выявление проблем, ослабление, изоляция продолжения, преодоление тревоги, раскрытие индивидуальных чувств, потребностей. И заключительный этап в основном ориентирован уже на переход в реальную жизнь, на формирование жизненных целей, задач, обобщение опыта, полученного на группах. Ну, достоинства музыкальной терапии, они, в принципе, общеизвестны, поэтому не буду на этом останавливаться. Ну, пожалуй, организационные процедуры. Перед тем, как начать занятия, на группе со специалистами, врачами, в частности, выясняются, какие виды лечения получает пациент, какие лечебно-реабилитационные эффекты были достигнуты. Ну, для того, чтобы понять, что особенного, может быть, уникального даст пациент в музыкальной терапии, какие соматические и неврологические заболевания имеются, отношения персонала с больными и с врачами, особенности семейной среды, по возможности ожидания специалистов, врачей относительно направления пациента на индивидуальную и групповую музыкальную терапию. Практикуется как рецептивная, так и активная форма, преимущественно активная, рецептивная, в общем-то так и достаточно эпизодически, в основном, когда на группе кто-то из пациентов профессионально владеет инструментом, и остальные участники групп очень любят это слушать, но в основном реализуется активная. Показания для индивидуальной терапии, связанные с отказом пациента от участия в группе, но и с глубокими психологическими проблемами, которые лучше решать в индивидуальном режиме. Ну вот по поводу рецептивной терапии хотелось бы привести высказывание Мэя, что при нашем отчуждении и изоляции мы страстно желаем простого, открытого выражения наших чувств другого, к другому непосредственному отношению к его бытию, например, смотреть в глаза, чтобы видеть и чувствовать его, или тихо стоять рядом с ним. То есть само слушание, оно тоже для пациентов терапевтично. В основном у нас проходят тематические группы, участвуют пациенты с разными психическими расстройствами, группа носит полуоткрытый характер, акцент делается на социальном опыте пациентов, содержание занятий определяется особенностями пациентов, как в клиническом, так и в психологическом аспекте, учитывается индивидуальный темп их работы. Состав группы гетерогенный, разновозрастной, с 15 до 65 лет у нас были представлены люди, непостоянный состав, продолжительность встреч 1,5-2 часа, количество в зависимости от курса лечения, но обычно от 4 до 15. Основные терапевтические методы, которые используются, это подражание, отражение, художественное заземление, сопровождающие техники. Факторы психотерапевтического воздействия, музыкотерапия, связанные с такими, как художественная экспрессия и импрессия, психотерапевтические групповые отношения и обратная связь. Можно говорить о коммуникативной, фокусирующей, стимулирующей функции, функции объективации, отражении динамики внешних, внутренних изменений, смыслообразующей функции, рефрейминга, защитная, экспрессивно-катарсическая. Свободные тематические импровизации в основном представлены на группах, вот некоторые темы указаны. Также в основном мы сочетаем музыкальную терапию с другими модальностями творческого самовыражения, в частности, сартерапия, импровизация, связанная с визуальными образами. С пением, ну, различные двигательные техники, с куклами, потому что в отделении тоже есть занятия по изготовлению кукол. Вот, в процессе занятий мы стараемся сочетать индивидуальные импровизации, импровизации в микрогруппах и групповые. Также сочетаем с арт-терапией. Ну, следующие фотографии отражают фактор терапевтических отношений. Я думаю, что, в общем-то, они говорят сами за себя. Это различные упражнения выполняются. Также мы любим во дворе проводить занятия в теплое время года. Природа тоже выступает как код-терапевт. Ну, оценка результатов терапии происходит как по клиническим методикам, по результатам наблюдений и некоторым психологическим методикам. И, в общем-то, та динамика, которую мы видим в процессе работы, она связана с динамикой от бессмысленности к смыслу, от слабости к силе, от фрагментированности к интеграции, от дефицита к полноте и от зависимости к самодостаточности. Ну, здесь просто вот на примере пациентки видно изменение внешнего облика, тех инструментов музыкальных, которые она использовала, динамика в ее коммуникации с группой и в результате прохождения пути от такого достаточно инфантильного образа к достижению более такой зрелой женской идентичности. В коллажах мы часто просим обобщить опыт работы в группе, в том числе и включить туда музыкальные инструменты, которые пациент более полюбил. часто они говорят, я люблю там какой-то инструмент. Вот, и в заключение я приведу слова Виктора Франкла, который говорит, что в нашу жизнь приходит радость, когда у нас есть чем заняться, есть кого любить, есть на что надеяться. И на обнаружение, осознание пациентом этих ресурсов направлены наши личные профессиональные ресурсы. Благодарю за внимание.